Слава Богу за эту возможность молиться молитвой согласия. Я хорошо испытала на своей личной жизни, что значит молитва согласия, что значит молитва власти, что вообще несет Божье присутствие в нашей жизни и важно вот принимать верою. Я поняла из своей жизни христианской, которой уже больше 30 лет, что важно прийти к вере. Праведник верою жив будет. И моя задача вот прийти сначала к вере, находясь в всеобщей вере, прийти к конкретной вере для того, чтобы получить то или иное чудо, исцеление, прорыв, восполнение. И для меня я не молюсь сразу за ситуацию, я молюсь для того, чтобы прийти к вере в этой конкретной ситуации. Вера как решение, понимание. Я получаю слово. Я говорю, Господь, как ты хочешь мне здесь помочь? Открой, что мне важно понять через эту ситуацию. Как извлечь драгоценное? Приведи меня к вере в этой ситуации. Помоги мне прийти к вере. И когда мне удается вот это сделать с Духом Святым, а когда такая молитва звучит, идет этот поиск, богоискание прежде всего, богоискание, богопознание. Ведь самое главное не решение всех проблем, а самое главное познать Бога в своей жизни. Пропытаться богопознанием. А Господь говорит, а с этим все приходит. С богопознанием все приходит. Потому что я лично получила очень много исцелений в своей жизни, и в свою семью, и в свой род. Я много получила и от проклятий, и от физических, и от духовных болезней, и от демонизации. Бог почистил нас прекрасно, но чистит он своим присутствием. Понимаете, просто присутствием. И вот это все молитвы, все посты, всякое изучение Писания, оно прежде всего направлено на то, чтобы взыскать Господа. Не решение своей проблемы только, не прежде всего проблемы, а прийти к богопознанию. И в этом богопознании есть ответ. Есть ответ, есть исцеление, есть чудо, есть восполнение. Для меня это изначально первоначальный принцип жизни. Я иду к Богу, я ищу Его лица. Потому что многие получали ответы на проблемы и уходили от Бога. Понимаете, это рабское мышление такое. Не сыновство, арабское мышление, потребительство. Нам надо перерасти это состояние. И сегодня, молясь за исцеление, молясь за прорыв, молитве согласия, я верю, что Он придет. Вот я даже не сомневаюсь, ни грамма. Потому что на самом деле Бог хочет восполнять, но Он хочет наполнить нас своей славой. Он хочет нас оздоровить изнутри. Он хочет, чтобы мы были утешены, знали Его мир, знали Его голос, знали Его лицо, знали Его пути, знали Его почерк. Вот это больше всего Он хочет. И отождествились с Ним. Вот просто произошло вот это единение. А все остальное приложится, друзья. Поэтому хочу сделать посыл, вброс, что мы ищем лица Божьего. Мы ищем Его присутствие. Потому что в Его присутствии тают все горы. И, друзья, просто сосредоточь сейчас драгоценный, как бы кто ни был болен или какие-то переживания. Просто сейчас отключитесь от проблемы и переключитесь на него. Почему? Потому что, когда мы на проблеме сосредотачиваем свое все внимание, то проблема с нами начинает разговаривать. И мы как будто получаем... Мы не как будто, а мы реально получаем ответ от нее. Сделай так-так. А когда мы на Иисусе сосредотачиваемся, Он говорит, что надо сделать. Ты чувствуешь, как Он ведет. Он приводит вере. Он приводит к славе своей. И Он приводит к исцелению. Маленькое свидетельство. Однажды, во время одного богослужения, это было на Украине, во время рождественских праздников. Мы все стали на колени. Небольшая общинка. Стали на колени, молимся. И вдруг я вижу Господа до половины над всем этим народом. Вот прямо одет, как на картинке. Вот ту, которую мы видим. И Он со мной говорит. Я вижу, как Он ко мне обращается. Я такая открыла глаза. Нет, я была закрытыми глазами, но видела. И Он говорит, посмотри, куда все смотрят. Я так открываю глаза, смотрю, реально все смотрят в пол. О, Господи, спаси моего сына, моего брата, меня спаси. И такой гул горя, безысходности, гул слез, нужды, нищенского такого измученного состояния. И такой плач. А я такая стояла радостная. Такая, знаете, вот такая какая-то. И Господь говорит, посмотри, куда все смотрят. Им говорит, все смотрят на свои проблемы. Все смотрят себя под ноги, все смотрят на свои пути. Если бы только начали смотреть на меня, я бы вот эти проблемы все решил. Вот это все было бы решено. Не надо ходить с такими тюками, с корзинами, загруженными. Смотри на меня и освобождайся. Смотри на меня и наполняйся свободой. Смотри на меня и исцеляйся. Аминь, аминь. Вот. Хочу просто благословить. Да, молись. Просто, Татьяна, прошу тебя помолиться. Да, друзья, я сейчас хочу обратиться лично к каждому. Друзья, смотрите на Иисуса. Он есть свет, Он есть истина, Он есть наш доктор, Он есть целитель. Но главное, Он, а не проблема. Потому что проблема начинает просто проблемы погонять. Она просто гнетет нас и говорит нашу душу. Такие вещи не самые лучшие. Поэтому прямо сейчас, Господь, мы поднимаем на Тебя взор. Мы отрываем свой взгляд от проблем, от болезней, от нужды, от горя, от горечи. Мы отрываем свой взгляд. Потому что Ты пришел. Ты пришел. Ты пришел в нашу жизнь. Ты пришел в наши судьбы. Ты пришел в наши семьи. Ты пришел в наши рода. Ты пришел на эту землю, чтобы взять все болезни. И прости, Господь, когда мы так начинаем увлекаться нужными, что забываем Тебя. Поэтому мы приходим к Тебе сейчас, и мы смотрим на Тебя, и мы с позиции небес сейчас приказываем всякой болезни идти под наши ноги. Во имя Иисуса Христа слетают все болезни, слетает всякая нищенская ментальность, просвещается всякая тьма. Во имя Иисуса Христа мы просто видим, как Христос наполняет светом наши тела, наши души, наши семьи. Мы просто видим сейчас, друзья, просто увидьте сейчас Боготворящего. Прямо сейчас говори, Господь, я принимаю, я принимаю Твое исцеление, я принимаю Твое избавление, я принимаю власть над всякой болезнью, я принимаю силу власти над всякой заразой, я принимаю победы, Дух, я принимаю. Говорите в свое сердце, говорите в этот духовный мир, берите власть. Прямо сейчас я беру власть над всякой немощью и болезнью, и повливаю ей уйти под мои ноги, я принимаю исцеление, я принимаю избавление, я принимаю просветление, я принимаю возвышение, верою. Я принимаю, Господь, полноту жизни, полноту Твоего исцеления, полноту, Господь, Твоей судьбы, полноту, мой Бог. И мы отрекаемся от страха, мы отрекаемся от ментальности жертвы, мы отрекаемся от ментальности всяких огорченных душ, мы просто принимаем исцеление от макушки головы до подошвы ног. Аллилуйя, Господь, Твое присутствие сейчас, оно врывается в судьбы людей, Твое присутствие, оно наполняет, Твое присутствие исцеляет, Твое присутствие светит, свет твой светит и тьма не может объять, и врата ада не одолеют, и разрушаются все дела дьявола. Прямо сейчас, друзья, говорите в вере, что разрушаются все дела дьявола в моей жизни, разрушаются, разрушаются, и приходит полная свобода, приходит полная свобода, потому что Ты, Господь, принес нам свободу прежде всего. И мы ни на что ее не применяем, ни на что ее не применяем, Господь, слава Тебе. Я хочу провозгласить просто, чтобы мы именно провозглашали сейчас конкретные нужды, чтобы мы просто молились за отменение, за спасение сына. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что неверующую пожилую мать Дмитрия, Ты касаешься, Ты говоришь к ней, Ты даешь ей покаяние и спасение. Вера получает исцеление от зубной боли, от диабета, ишемической болезни сердца. Господь, мы благодарим Тебя за полное исцеление Александра и восстановление после инфаркта. Господь, спасибо, что восстанавливаются женщины после родов, Господь, за спасение и исцеление отца Олега. За исцеление Виталия от псориаза, алкогольной зависимости Валентины, обновление ума, рождение свыше, исцеление десны и челюсти. Аллилуйя. Хочу попросить тебя, Илья, у нас буквально немного минут, может быть, ты вот сейчас поведешь в конкретных именно просто нуждах, чтобы люди знали, что получают. Вы должны знать, дорогие друзья, что для Бога нету тяжелых болезней. Может быть, в наших глазах есть маленькие болезни, есть большие. Для Бога нету разницы никакой. Писание говорит, что Он нам дал власть над всеми немощами и над всеми болезнями и над всей вражьей силой. Он нам не просто, знаете, сказал, идите больных исцелять. Мы должны знать, это приказ. Нам Бог приказал. Вы знаете, я вам хочу сказать, лично я в своей жизни, что я принял, это очень сильно помогло мне. После того, как я принял вот эту истину в моей жизни, я ощутил очень большую и сильную активацию Божьих чудес и исцеление. Бескомпромиссное отношение к болезням. Это приказ. Бог не просто сказал, Он поручил. Что это такое? Он приказал. Вот теперь представьте, если Бог говорит человеку, я тебе приказываю. Будь здоровым. Нет. Иди и больных исцелять. Вот я это принял, и это так и написано. Что такое поручение? Это не просто просьба. Ну, пожалуйста, если вы вот захотите, если вот что-то будет благоприятствовать, сделайте. Это приказ. Он сказал, идите, больных исцеляйте, бесов изгоняйте. Мы должны знать, что для Бога это одно из самых... Это великое. Почему великое? Потому что это самое главное поручение. Бог хочет, чтобы все, весь мир, все люди знали, что Он есть Бог-любовь. Это раз. И второе, что Он Бог всемогущий, Бог. Нет никакой болезни, которая бы не подчинилась Богу через тебя. Он нам эту власть дал. Он нам поручил. И мы прямо сейчас молимся во имя Иисуса Христа. У кого-то вот Елена, проблема с головным мозгом, у Вани, у сына ее. И прямо сейчас во имя Иисуса, головной мозг, будь исцелен. У всех, у кого проблемы с головным мозгом, прямо сейчас принимайте во имя Иисуса Христа, Божью силу, чудотворение. Я повелеваю во имя Иисуса Христа, гипоплазии, мозга, убирайся вон прямо сейчас, именем Иисуса Христа. Потом дальше исцеление 18-летнего Константина от генетического заболевания. Мы разрушаем эту болезнь. Разрушаем это генетическое заболевание. Также у всех, у кого это есть прямо сейчас, примите полное исцеление во имя Иисуса Христа. Также мы освобождаем финансовое обеспечение во имя Иисуса Христа. Это ваши нужды, которые пишете вы. Мы молимся конкретно за них, поэтому продолжайте писать. И также пишите сразу свидетельства, дорогие друзья. Бог здесь, и Он действует прямо сейчас. Также Никита и Михаил шизофрения, и также у Степана аутизм. Прямо сейчас чудо-творение, будьте исцелены, будьте исцелены во имя Иисуса. Мы разрушаем эту немощь, разрушаем эту болезнь. Дух немощи и болезни, вон, Дух шизофрения, безумие, сумасшествие, вон пошел. От чудо-творения прямо сейчас исцелитесь. И у всех, у кого это была болезнь, примите полное исцеление. И если это у ваших детей, прямо сейчас они исцелены. Бог приказал нам исцелять, и Он нам дал эту власть. И прямо сейчас с этой властью мы высвобождаем Божье чудо. Вы исцелены во имя Иисуса Христа прямо сейчас именем Иисуса Христа. Высвобождаем, кому-то работа нужна во имя Иисуса Христа, работу детям во имя Иисуса. Чудо-творение. Ангелы, служите прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Божий огонь и Божья сила здесь для исцеления всякой немощной болезни. Псориаз уходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. У Александра Псориаз ты исцелен во имя Иисуса прямо сейчас во имя Иисуса. Поясница исцелилась прямо сейчас. Боль ушла прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Исцеление зрения прямо сейчас. Я еще раз хочу сказать, это ваши нужды. Принимайте исцеление прямо сейчас. Зрение исцелено во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас давление восстановлено, сосуды очищены, суставы исцелены, позвоночник исцелен во имя Иисуса. Во имя Иисуса примите полное исцеление. Нервная система восстановлена прямо сейчас во имя Иисуса Христа. От чудотворения прямо сейчас Божие помазание здесь, прямо сейчас сон у кого-то, проблема со сном. Примите полное исцеление во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас высвобождаем Божью силу на вас, дух покаяния на вас. У тех, у кого были проблемы с грехами, примите во имя Иисуса Христа. Полное восстановление исцеления и дух покаяния на вас. Также каждая немощь и болезнь, алкогольные зависимости, рак, во имя Иисуса, вон пошли. Всякая немощь и болезнь ушла прямо сейчас именем Иисуса. Аллилуйя Иисус. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас.